Всем привет! Чтобы искусство цвело и развивалось, необходимы три условия – мир, свобода и деньги. В истории это должно было рано или поздно случиться, оно и случилось. После наполеоновских кампаний, после 1815 года в Европе воцарился 100-летний мир. Экономика государств начала расти, на исторической авансцене Германия потеснила Великобританию. В итоге явился и расцвел феномен модернизма, а где-то на границе 19-го и 20-го веков наконец-то выдохлась знаменитая женская формула 3К. Помните? Киндер, Кюхе, Кирхе. Конец 19-го, начало 20-го века подарили искусству минимум два десятка блестящих женских имен. Это и Мари Кессетт, и Зинаида Лансере, Любовь Попова, Джорджия О'Кив, Габриэль Мюнтер, Надежда Удальцова, Ольга Розанова, Наталья Гончарова и многие-многие другие. Четыре имени и четыре судьбы были выбраны мною для первого знакомства в стенах школы профайл с женским искусством 20-го века. Зинаида Евгеньевна Лансере в супружестве Серебрякова. Тончайший лиричный художник, совместившая натуралистическую традицию 19-го века с мощными аккордами экспрессионизма и наивной верой в идиллически прекрасный 20-й век. Драматическая судьба и прекрасные картины. Габриэль Мюнтер – отважный художник, не побоявшийся перефразировать знаменитую формулу Ван Гога «жизнь нужно искать в цвете». Творчеством своим она заявила всему миру «любовь нужно искать в цвете». Мюнтер – это красота, если угодно, паневропейского характера, экспрессия, не знающая границ и национальности. Сильный художник, который, подобно всем сильным художником, смог пережить таки личную драму и утрату любви, не разрушив при этом и не потеряв самое себя. Гончарова Наталья Сергеевна – великий экспериментатор-инноватор, который все интересно, все хочется попробовать, все познать, все покрутить в руках, все переделать и наново показать. Показать емко, выразительно, в духе полнокровного немецкого экспрессионизма. А их с мужем знаменитое изобретение – метод лучизма. Это, безусловно, один из ярчайших феноменов русско-европейского авангарда наряду с кубизмом Пикассо Брака, футуризмом Батчони и кубофутуризмом Казимира Севериновича Малевича. И, наконец, Джорджия О'Кифф – гениальная американка, обладавшая дарованием такого масштаба, что ее вклад в абстрактное искусство равноценен вкладу Кандинского и Малевича вместе взятых. Знаете почему? Она находит путь поиска абстрактного в реальности, беспредметного в предметном, то есть фактически открывает дорогу абстрактным фотографии и видеографии. Остальные женские имена я рассчитываю услышать от вас, в том числе на предстоящем семинаре. Увидимся! Продолжение следует... Продолжение следует...